Я думаю, что все зафиксировали свои комментарии, и потом их будут озвучены. И теперь я с удовольствием запрошу до наступления до победы профессора Павла Та-Маше, который представляет Университет Харвинуса. Долгое время был директором Института социологии Венгерской Академии Наук. И сегодня он нам предлагает доклад национальное и космополитическое. Я только не поняла, в единственном или во множественном числе социологии национальный и космополитический. Отлично. Социология. Проблемы в будущем? Пожалуйста. Хочу сказать, что Павел Тамаш тоже учился в Киевском институте. Уважаемые коллеги, спасибо большое за приглашение. Я не очень рад, что выступаю после доклада профессора Головаги, потому что каким-то образом, хотя бы мы не говорили о том, что он собирается рассказать, то я собираюсь рассказать на сочи двух моментов созвучных. Я начинаю с несколькими узловыми проблемами. Картики будут на английском, но говорю я по-русски. Значит, компаратистика, в моем понимании, я оригинальный социолог науки, поэтому я рассматриваю и социологию как раз на меня. Значит, это индустрия. В настоящее время компаратистика это мощная индустрия общественных наук. На это выделяется кое-где лидная доля издавательских денег, на это выделяется очень много специфического, методического, научно-организационного и прочего внимания. Поэтому я выбрал качество, значит, я бы сказал, первую метафору, я здесь метафора говорю, компаратистика как беруф. Беруф я, вы же знаете, знаменитую статью Макса Вебера, наука как, как, да, компаратистика, это беруф, он пользуется словом беруф. Значит, я говорю то, что компаратистика это тоже беруф, в том смысле, как об этом говорит Макс Вебер. Это vocation, пишу я, profession, по-разному. Значит, все-таки я исходил из того, что начиная примерно с 60-х годов, вот очень важно подчеркивать, компарация становится массовой профессией внутри общественных наук. До этого оно не является, есть очень важные элементы сравнительных исследований, конечно, в 19 веке появляются уже сравнительные, очень профессиональные статистические исследования, создаются международные структуры статистические, но это, как и мисс, глава науки не имеет. Появляется все-таки вот эта компаратистика в 60-е годы, странным образом не в социологии, а в политологии. И главным образом это связано с тем, что требуется, да, не хватает данных, соответственно, компаратистика в связи с того, что данными не будем заниматься. Данные у нас плохого качества, малые, я говорю, в 60-х годах, их нету, соответственно, вы должны исходить из такой компаратистики, которая, я бы сказал, больше историческая. Значит, первая война на паратистики 60-х годов, это не статистическая, в этом плане, как мы это могли бы говорить сейчас, а историческая, очень небольшое количество вариантов, значит, нет того, что 20-30 стран и так далее, потому что, ну как можно составить какую-то таблицу, где история 30 стран была бы сведена, значит, в одну таблицу, это ясно, что нет. Значит, и так как нет данных, и так как, пользуясь классификацией профессора Головаки, все-таки люди того времени, вот те первые компаратисты, в основном политологи, они исходят из того, что культуралистские составляющие здесь не процессы в опознании, насколько важно, что мы не можем, так сказать, преодолеть вот свои собственные культуралистские западни, я бы сказал об этом. Значит, вопрос, значит, заключается в дальнейшем том, я упрощаю, но, по-разному, что есть, которые признают эти культуралистские западни, даже в современном, уже более ватронизированном, статистическом каком-то сравнении, есть, которые не сознают это. Западни есть, но одних они естественные, а другие пытаются это для себя спрятать. Не потому, что люди плохие, а потому, что решили идти этим путем. Значит, все-таки через 30-40 лет появляется коренный образ, у меня, если мы самостоятельно, это с 60-70-ми годами, у нас коренный образ другая ситуация, вот появляется эта индустрия, об этом сейчас я через минуту, тут было срок, но здесь не Герард, у меня очень важное значение, даже не Герард как таковой, а Мичиганский центр по сбору и систематизации данных. Каким-то образом сравнительные социологические, эмпирические исследования вот такого рода, все-таки были созданы, как я понимаю, международным широким масштабом Мичигена. Безусловно, Мичигене коренным игроком Гулингела. Значит, если посмотрим, что происходит в трансформации постсоветских, постскаблистических, мы видим интересную тенденцию вот такого сравнительного исследования. Во-первых, в социологическом плане, с точки зрения социологии науки, мы видим три этапа эмпирики. И на каждом этапе вот эта международная эмпирика имеет другое значение для социологических наук наших стран. Первый этап я называю этапами западных полярников. Западный полярник – это, значит, исследователь очень смирный, очень храбрый, очень оригинальный, который идет в лиды, идет в охране севера, идет в неизвестные страны и пытается собирать данные, при помощи, извиняюсь, туземцев. Значит, во-первых, появляются первые исследователи, которые идут в социологии, в антропологии это было по-другому. Но в социологии только в 60-е, 70-е годы появляются первые западные исследования, потому что таких очень мало, которых так интересует ледина, что идут туда и при помощи, ну, понимаешь, что сам и не понимаешь, что там происходит, и кроме того, там очень много и технических, и административных, и наиболитических ограничений, значит, он сам не может там нагодиться, значит, нагодит партнеров местных, и таким образом при помощи этих местных партнеров, туземных социологов, создают первые сравнительные картины. Здесь говорилось уже, Андрей говорит уже о очень важном, интересном и нужном человеке, не только для Украины, но и для многих других стран, но и для Викон, который был первым, так и вам, он взял. Который шел сюда, вез с собой свои инструменты, создавал структуры и так далее. Таких было мало, и мне это было очень важно, чтобы были такие амунцы. Хочу подчеркивать, что первый этап вот этих исследований, и с точки зрения развития науки, был чрезвычайно важен, с точки зрения науки как социального института, науки как единственной системы, я не думаю. Ну, определили какие-то, до сейчас уже и банальные какие-то схемы социальной структуры, но не это было самое важное. Для меня, Викона, и для других прекрасных людей, для Энгела Гарф, например, очень важно было установить контакты с этим полушарием социологов, и, фактически, через них появились первые тропики, личных контактов, притоков материалов, методик, участие на международных конгрессах. Они вложили в эту не просто интеллектуальные усилия, но и свои программные деньги. Это первый этап, значит, Амунзе, который помогает эскимосам выбраться в более теплые края. Второй этап, когда уже начинается преобразование самых этих людей, и все пойдет уже, значит, по более теплым штучкам, и это, ну, конечно, конец 80-х, перестройка, 90-е, революции, которые у нас происходят. Революции, которые произошли уже после вот больших войн, революции распада Советского Союза, например, последние десятилетия на Украине, в Украине, и оранжевые, и эти самые, значит. Это период иллюзии для международной науки. Период иллюзии, в котором думают, что вот эти новоприобретенные свою политическую свободу регионы, если они демократы, они такие же, как мы. В политике основная идея была, что основная разница между, я бы сказал, западной и восточной Европой, это советский строй, исчезает советский строй, наши потерянные братья и сестры, которые точно такие, как мы, радостью присоединяются, радостью присоединяются, встречая не обетом, но они такие же. Ну, понятно, что они такие же, и понятно, что вот в этом периоде никто не хотел подчеркивать разницу. Ни западные, ни восточные. Интересно ли они в том, чтобы показать, насколько мы разные? Разные по разным причинам, историческим, столетиям, не до конечатора КПСС. И в результате этого у нас создается огромное количество данных, которые пытаются обходить вот эту проблематику, насколько мы разные. Это просто они показывают. Никто не врет, и никто не хочет, так сказать, искажать данные, ни эти, ни те. Но в результате этого, значит, выбираются темы, которые кажутся наутранными. Они тоже не наутранные, но, скажем, макроинституциональные сравнения уходят на задний план. Понятно, что институции разные. Сложнее чего-то, чем семья. Это уже не входит в никакое сравнение. Даже семья по-разному. Потому что не хочется, значит, подчеркивая, что вот, что мы не такие. И вот, значит, выбираются какие-то элементарные вещи, очень важные, фундаментальные. Репродукция, значит, стали заниматься теми проблемами репродукции, которые были ближе к демографии. Где можно было как-то найти, ну, псевдобиологические аналоги и обходить это. Так, разуме, попадем в третью зону. Третью зону, которую я, нашу зону, теперешнюю, которую я все-таки вижу зоной отрицательной. Зоной отрицательной с точки зрения вот этой индустрии. Дело в том, что параду, или из-за разных причин, которых сейчас нет времени как-то подобное обсуждать, останавливается институциональная институционализация социологии в многих странах посткомнатического мира и исчезает господдержка. Значит, нет денег, очень просто. В результате этого единственные деньги, это международные проекты. А в результате этого проекты делятся те, которых заказывают. А проекты обычно, я упрощаю, может быть, некорректно, извиняюсь, эти будут проектами проблемами. Я говорю, что плохие проблемы, хорошие проблемы, но если у меня есть денег, я заказываю проблемы, я слушаю, конечно, коллег, но у меня есть свои подходы, свои проблематики, я с ними диктую. Хочется, не хочется, это можно делать в софт-варианте, можно делать в менее софт-варианте. В результате этого, например, это очень хорошо видно, например, в таких странах, откуда я родом из Венгрии, мы исследуем, включили огромное количество западноевропейских проектов. Координаторами проектов 95% являются западные ученые, которые очень хорошо к нам относятся, но они диктуют свои вопросы. И, соответственно, мы доказываем, что мы такие же. Конечно, у нас тоже две ноги, две руки, вводим туда, размножаемся применительно таким же образом и так далее. Но, я бы сказал, более сложные процессы трансформации не исследуются, потому что у них об этом понятия нет, и это их не интересует. В результате этого, значит, создается ложная картина о том, что, да, переспробка закончилась, в смысле трансформация закончилась, ну что, все нормально. Пока мы младшие брейцы, но все нормально. Но мы знаем, что фундаментально это не так, и, например, очень интересно, что, например, в каких-то ментальных вопросах в Ингрии очень похоже на Молдову, теряется пространство и так далее, что их не об этом, но это никто не хочет признать. Как же так? Этого не может быть. Данные лучше. Нет, просто потом-то повторяется, и снова получается так, что это самое. Например, наши большие войны европейского, значит, большого нашего общего проекта, значит, наши российские коллеги, либералы абсолютно, доказывают на основе вот этого же материала, например, в этом есть очень интересные, качественные публикации у профессора Мабуна, который в прошлом году был здесь, который показывает, что все трансформационные страны, и постсоветские, и среднеевропейские, они похожи друг от друга и отличаются от Запада. В смысле, Запад живет по разным параметрам, по самым разным сюжетам. Я сейчас не подтверждаю, не отказываюсь, но их главный вывод, повторяю, это лучшие российские либералы, что все-таки вот этот общий детский сад, в котором мы жили и выросли, каким-то образом, может быть, уточенных вариантов, может быть, сложных вариантов, но он остается. А мы не знаем, что не остается. Мы тоже понимаем, что данные есть, но об этом мы не говорим. Мы пытаемся выбирать какие-то данные, по которым мы положим, на Португалии и додавние. Можно найти и такие. Так что я просто пример тому, что таким образом это довольно ценно. У меня мало времени, я здесь, поэтому хочу подчеркнуть. Центральный следующий вопрос. Вот моя тема, моя главная гипотеза. Моя главная гипотеза заключается в том... Если мы посмотрим, что трансформационные исследования сравнительные, то коренным образом меняется картина. Сейчас я говорю не о этих вольнах, о которых я говорю, а о более качественных, более системообразующихся проектах. В 90-е годы и часть нулявых годов все-таки проекты исходили из той центральной идеи, что все мы идем туда же. Одни быстрее, другие медленнее. Одни пути более успешные, другие институционные решения менее успешные. Но нет никакого сравнения в том, что мы доходим до атлантической демократии. В конце нулявых это становится ясным, что это не так. И так и образом... До этого, значит, были какие-то, значит, проекты, у меня сейчас нет времени на это, значит, останется, которые говорили о том, что как лучше идти, большими шагами или маленькими шагами, как лучше идти, убить коммунистов или все-таки их перемазкать. Я извиняюсь. И потом показывают, что шестра делает так, три страны делает так. И вот как интересно. Потом нулявые годы это исчезает. Понимается, что это неинтересно. Это бессмысленно. И выясняется, что мы не идем ни в какую сторону атлантической демократической модели. Просто не идем. А вместо этого создается огромное количество ну, я называю их гибридами. Ну, можно сказать, что одни ругают других, что они более гибридные, они уже почти в Атлантике, а другие наоборот. Обычно те, которые на западе региона, они приближительно относятся к тем, которые на востоке. Это все смешно. Дело в том, что у нас создается огромное количество гибридных систем. Они не атлантические, и не коммунистические. Они всевозможного рода периода. Это не авторитаризм, и не демократия. Демократия. Это сложные штучки. И появляется реальный вопрос компаратистики, особо компаратистики поэкологической, исторической. Что делать с этими гибридами? Как эти гибриды? Какие варианты? Какая типология этих гибридов? Об этом много говорят, но хорошей типологии как таковых и нет. Многие делали, делали честно, но это вообще не все-таки сам. Центральный вопрос, который... Сколько у нас 5 минут и 6? Около того. Что-то? Около 5 минут. Да, очень хорошо. Значит, мы дойдем до центральной проблемы о том, как его образом выглядит по отношению к этим сложным вопросам «Социология как дисциплина». Значит, Урильбек в каком-то речи не очень подробном тексте, он об этом мало говорили, поэтому я это называю с моей стороны эпистемологической зависимостью, но псевдо, потому что он это подробно не изложил, но он говорит о том, что социология 19 века это социология национальных обществ. Франция и французская социология Дуркхейма, немецкие цели социологии, они рассматривали немецкое общество, рассматривали, они даже не говорили о том, что это немецкое общество, совершенно ясно, что других обществ вокруг них нет. Глобализационных эффектов, в общем, такого приема смысла нет. Соответственно, это 19 век, век в Западной Европе национального государства. Соответственно, социология классическая, тоже такое. Я еще добавил до Бека то, что Конт ненавидел слово казнополитизм. А казнополитизм это не слово безродного казнополита из советского словаря. А казнополитизм это слово иммануэра Канта. Тоже такого прусского безродного казнополита. Значит, Кант говорит о том, что есть граждане мира, нет национальных общих. Но он не национальным обществом пользуется. Он говорит о том, что есть республики, но они местные. И есть люди, которые в более широком таком контексте. Социология, консервитация начала 20 века, не только Конт, но и уже, так сказать, более профессиональная, как дурка, и так далее. Все это из того, что то, что за пределами национального общества, что-то не измеряется. Если не измеряется, его нет. Мы даже не думаем о том, что мы не обсуждаем, что Кант был прав, Кант был неправ, как все это выглядит. Очень важно, что антропология, ну, дисциплина сестерская, исходит из того, что антропология исследует не Европу, антропология исследует другие общества, Де Адрор, другое. Я заканчиваю. Таким образом, антропология изучает другие общества, а социология изучает европейские общества. Дело дойдет до того, что в Гумболловском университете сейчас есть две кафедры антропологии, есть кафедра антропологии без всякой приставки, есть кафедра европейской антропологии, которая рассматривает городскую антропологию и прочее, потому что, подчеркиваю, что это странная антропология изучает Европу. Не Илья Адрорас, не других, а наций. И в результате этого появляется, я заканчиваю, появляется глобализация. И выясняется, что тот подход к классической социологии, которая говорит о том, что вот национальное общество и так далее, оно не работает. Глобализация уничтожала эту самую. И таким образом, это моя последняя теза, нет времени, показывает еще 8-9 картин, что слияется антропология и социология снова. Как она различалась, расходила по разным тропикам в 19 веке, она должна каким-то образом решать в множественном числе и национальные мотивы, и казнополитические мотивы, и для этого нет другого пути в упрошенном варианте, как какое-то постепенное слияние. И последнее слово вопрос, не гипотеза, а вопрос для уважаемой украинской аудитории. Здесь возникают чрезвычайно интересные вопросы, которые у меня абсолютно не побывают в этом, это может быть у вас есть, что появляются новые национальные общества, новые национальные государства. Ну, после распада Советского Города, в том числе, и новая независимая Украина. Значит, таким образом, и понятно, что политическая элита, общественная элита страны требует от всех интеллектуаров, что они помогают в национальном строительстве. Это большой проект нации, чем же заниматься, если не национальным строительством. Но, с другой стороны, социология центра уже давно этим не занимается, потому что совершенно в другой стадии это вопрос не отсталости, это вопрос программы. И тогда возникает вопрос, действительно вопрос. Что же делается вот в этих новых национальных социологиях? Они в сокращенном варианте повторяют западные, значит, начинают как в XIX веке национальные социологии, и потом догонят к адвополитистской для граждан мира, всевозможных адвополитистских и прочих вещей, казмополитизмом множественном числе, без всяких дорогих. Или, есть три варианта, сокращенное, это как ребенок, который ускоренным образом догонит до взрослого. Второй вариант, бросают детскую фазу, XIX век, есть эти заказы, большие международные заказы, деньги, и прочее, и прочее. Значит, если ты играешь в национальную социологию, у тебя нет рука международного. Значит, у тебя в международных рынках, если ты играешь разные виды космопоэтические социологии, хорошие, плохие, бесплатные, небесплатные, все равно. Значит, это второй вариант. И третий вариант, это моя гипотеза, уже не вопрос, что комьюнити, сообщества социологов, политологов, антропологов разделяется, раздваивается. Будут люди, которые работают на местный рынок, это не обязательно тупые, они просто фокусируются на национальный проект. И будут экспортеры, экспортеры, которые должны говорить по-другому, должны вести себя по-другому, по-другому возображению, по-другому попадаешь только на выставки интересных специй, но не будешь активнее. Есть три варианта, может быть, есть разные комбинации, понятия не имею, что хорошо, что плохо, из них, но я думаю, что для многих национальных социологий, не только для украинской, и для белорусской, и для разных стран, Балкан, для арабской социологии, тоже, может быть, в том числе, вообще-то социологии Ближнего Востока, эти не пустые вопросы, эти вопросы сверхотворны. Спасибо. Спасибо огромное.